В Атарау встретили членов экспедиции «Жаек-Урал». Это экологическое мероприятие проходит уже в 20-й раз. В этом году его посвятили 25-летию независимости Казахстана. Экспедиция прошла по территории Республики Башкортостан и Оренбургской области Российской Федерации, а также в Западно-Казахстанской и Атарауской областях. Главная цель акции – привлечь внимание к проблемам трансграничной реки Урал. В Атарауской области, где встретили членов экспедиции, намечен завершающий ее этап. Участники преодолели более чем 300-километровый водный маршрут. Они останавливались в населенных пунктах вдоль реки Урал и проводили встречи с местным населением с целью обратить внимание на проблему сохранения экосистемы реки. Общая протяженность пути составила 2500 километров. Я считаю, что это очень-очень важная работа. И самое главное хочу отметить, что во всех делах, что добивалась экспедиция за эти годы, это необходимость совместных согласованных действий. И я думаю, что они уже есть, они работают. Проблема более чем актуальна. Объем воды в Урале за последние 20 лет уменьшился в 2,5 раза. Последствия этого могут быть самыми катастрофическими в экономическом, социальном и экологическом плане. Главное это исчезновение естественных нерестелищ, изменение экосистемы в целом, лишение населения и объектов сельского хозяйства, водоснабжения, а самой реки статуса судоходной и рыбохозяйственной. Река проходит через территорию двух стран. И все мы прекрасно знаем, что вопрос ее сохранения – это общая проблема. В настоящее время есть понимание со стороны нашего правительства, есть понимание между двумя странами на самом высоком уровне. Что касается региона, то мы приступили к подготовке проектно-сметной документации по дноуглубительным работам, которые мы планируем начать уже в следующем году. Между тем губернатор Оренбургской области заверил, что уже через несколько дней уровень воды в реке начнет повышаться. Впервые за несколько лет крупнейшее эриклинское водохранилище на реке Урал, с которым многие специалисты связывают падение уровня воды, наполнилось. Теперь сброс увеличен с 15 до 60 кубометров в секунду. Такой воды Урал не получал последние 15 лет. Мы можем сегодня увеличивать сброс с эриклинского водохранилища для того, чтобы поддерживать низовье. Это возможно только потому, что мы там набрали тогда. А вот если прошлые годы мы не могли набрать, то и сбросить ничего не могли. В настоящее время учеными Оренбургской и Западно-Казахстанской области проводится мониторинг состояния бассейна реки Урал. Заключения позволят определить основные направления дальнейшей работы и составить предложения для рассмотрения их в правительствах Казахстана и России. В настоящее время между двумя странами готовится новое соглашение. Члены экспедиции надеются, что оно будет подписано уже в ближайшее время. Погода Тегулов, Азельхан Уахитов, Атаровская область, 24КЗ.